Приветствую вас, друзья! Сегодня я хотел бы поделиться с вами просто шикарнейшей пресс-версией игры Дожить до рассвета. Именно так вот выглядит коробочка. Тут можно прочитать, что эта игра называется Дожить до рассвета или Until Dawn в оригинальном названии. Обратите внимание на то, какая картопка, вся пожуканная, потертая уже, отчасти как бы отклеившаяся. Но это все сделано специально. Именно такая и пришла. И пришла такая всем журналистам, которые ее получили. Давайте посмотрим дальше. Дальше еще интереснее. Дальше мы видим вот такую вот коробку. И видите, здесь специально сделан такой эффект старения. То есть такое впечатление, что она где-то очень-очень-очень долго лежала эта коробка. Затем ее, ну, например, на таможне. Злые таможенники, кстати, очень долго не пропускали пресс-версию. Поэтому в России журналисты ее получили гораздо позже. Но я думаю, что ожидание стоило того. Просто обратите внимание на вот эти вот... Ох! Все заржавелое такое впечатление, что вы реально получили какой-то раритейший товар. Тут вот видите, такой вот удар. Это все не я ударяло. Это не играли в футбол. Совершенно точно. Мне пол... Я получил новую версию так же, как и другие журналисты. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри тоже все достаточно интересно. Кстати, на всякий случай предупрежу, что это уже вторая запись. Потому что первая получилась с убитой звуковой дорожкой. Мне пришлось все перезаписывать. Поэтому для меня все это не новость. Но тем не менее. Итак, здесь у нас вот такая вот рекламка. Blackwood Pines. Кстати, эффект старения даже здесь вот есть. С внутренней стороны. Чтобы уж совсем было эффектно. Ну, реально ребята постарались. Что мы увидим дальше? Дальше мы увидим, на мой взгляд, одно из самых чуть ли не загадочных вещей данного издания. Именно вот такая вот... Что-то типа карты. Но это не карта, а какая-то схема. И, на самом деле, я бы хотел загадать эту загадку вам. Потому что я ее пока не могу понять, что это такое. И здесь... Такое ощущение, что здесь есть разные варианты действий персонажей в тот или иной момент. Но все остальное я не могу понять, что такое. То есть такое ощущение, что это какая-то схема. В зависимости от принятых решений будет именно такая концовка. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Что интересно, здесь очень и очень правдоподобные... Я не уверен, что это видно вот сейчас на камеру. Очень и очень правдоподобные эффекты крови. Только причем, что это реальная кровь, запекшаяся, уже такая старая. Давайте посмотрим с обратной стороны. Здесь тоже ограблено или окроплено, правильно сказать, кровью. Искусственно, естественно. Я надеюсь, по крайней мере, что там каких-то *** не резали на таможне. Обратите внимание, здесь как все красиво. Ручкой специально все так нарисовано. На самом деле это полиграфия, конечно, но выглядит просто вообще идеально. Шикарная карта. Дальше у нас вот такая вот бумаженция идет для служебного пользования. Ну и здесь перечислены персонажи игры, их характеристики. Тоже, кстати, обратите внимание, такое впечатление, что вот это все вот выжжено на солнце. Такой реальный эффект старения. Такое впечатление, что это старая-старая бумажка. Ну а здесь у нас черно-белая полиграфия. Тоже, кстати, с эффектом старения. Идем дальше. Дальше у нас идут вот такие вот, даже не знаю, открытки, наверное, все-таки. Такие вот открытки. Ну, я думаю, что теоретически можно их, наверное, даже кому-то отправить, наверное, при желании по почте. Ну и с обратной стороны открыток мы видим различные схемы. Здесь схем нет, здесь просто печатки пальцев. Кстати, огромные печатки пальцев. У меня гораздо меньше руки. Ну, возможно, какой-то длинный амбал двухметровый прикладывался здесь, я не знаю. Схема циркулярной пилы. Так что, если, ребята, вдруг захотите повторить успех главного героя, вот, пожалуйста, вам схема. Можете замутить и отправиться куда-нибудь зимним, холодным утром с друзьями на дачу и опробовать действие. Здесь тоже у нас машина. Ну, это, в принципе, одно и то же. Это все схема одной и той же циркулярной пилы на рельсах, которая, насколько я помню, ехала в игре. Дальше у нас идет вот такое вот что-то типа блокнотика. Тоже, кстати, с такими эффектами грязи. Здесь идут пометки, сделанные якобы от руки. Отель и лечебница Blackwood Pines. Тоже, обратите внимание, здесь все в крови. На первый взгляд, это реально похоже на кровь, но если очень так вот хорошо присмотреться, тогда только видно, что это полиграфия. Краткая история. Ну, вы всегда можете на YouTube нажать паузу и рассмотреть все очень внимательно, если вам интересно. Я, собственно, для этого подробно так и останавливаюсь на всем. Здесь тоже шикарнейший эффект крови и старения бумаги. Здесь мы видим, что ручкой все так позачерпанно хорошо. Такое впечатление, что кто-то в крестики-нолики там играл какие-то, ну, аналог крестиков-ноликов. Достопримечательности, местные легенды. Тоже вот реально это все интересно почитать. Сегодня вечером займусь. Тебе не спрятаться. Шикарно. Дальше мы видим различные примечания. Тоже якобы сделаны от руки. Будем очень хороший почерк был у человека. Красиво, красиво. И последнее, что я вам покажу, ребят, это диск, который я уже распаковывал. Но вот он вот шел вот именно в такой вот черной, черной-черной упаковке. В общем, достану его. И здесь тоже, кстати, очень грамотно сделали. Это тоже эффект крови. Но здесь не так качественно, потому что на диске очень тяжело это нанести как-то хорошо сделать. Здесь такое впечатление, что это какой-то рядовой диск, такой купленный в магазине. Просто здесь вставили его в принтер и напечатали. Но, естественно, это не так. Все это делалось, безусловно, на заводе. Но вот такой вот эффект домашнего какого-то продукта. Итак, ребят, вот такое вот издание. На мой взгляд, просто шикарнейший, лучшее, что я видел вообще из пресс-китов. Ну, у меня был достаточно интересный пресс-кит. Например, из тех, что был у меня, да, Drive Club. Но ни в какое сравнение не идет, я даже инбоксинг не стал делать. Очень интересный был пресс-кит, который до меня, к сожалению, не доехал. Bloodborne. Ну, я не знаю, может быть интересный пресс-кит скоро приедет Metal Gear, который тоже застрял на таможне. У нас в последнее время очень тяжело с таможней все дела обстоят. Ну, вот. Такое вот замечательное здание. Не знаю, сколько он будет стоить на eBay, лет через 5-10. Может, он, наверное, будет озолотиться. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, пишите комментарии по поводу вот этой вот схемы. Еще хотелось бы акцентировать внимание, что вы думаете это такое. Может быть, вы какую-то загадку разгадаете. Ну, там раньше, я надеюсь, вы нажмете паузу и посмотрите, напишите, что вы думаете по этому поводу, что это такое. Мне будет интересно услышать ваше мнение. На этом все. Обязательно смотрите прохождение этой игры на моем канале. Напоминаю, что на альтернативном канале ссылочку вы найдете в конце последних частей. Вы найдете прохождение этой игры совсем другим способом. То есть, там я делал все наоборот, не так, как первый раз. Ну, и в ближайшее время вас ждет сюрприз. Третье прохождение, где я сделаю все очень и очень интересным способом. Совсем скоро узнаете. Приходите на прямые эфиры. Ну, и палец вверх. Подписка на канал с вас. До новых встреч. Поехождение. Поехождение.